Музыка Информационный портал Правометру информирует о том, что на официальном интернет-портале правовой информации 8 июня 2017 года опубликован приказ Минздрава России номер 212Н от 11 мая 2017 года, который утвердил порядок поступления в ординатуру. В рамках комментариев к данному нормативному акту мы обратились к эксперту нашего портала, доценту кафедры общественного здоровья и общественного здравоохранения Новосибирского государственного медицинского университета Игорю Васильеву. Он еще является членом Ассоциации юристов России. Игорь, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. Игорь, насколько я знаю, вы изучили данный приказ. Будьте добры, поясните нашим слушателям, о чем он. Данный приказ был принят в рамках полномочий Министерства здравоохранения Российской Федерации в сфере регулирования отношений в здравоохранении. И он сменил аналогичный приказ, который был принят ранее, в 2013 году. Смысл действия приказа, он регулирует порядок поступления и получения постдипломного образования в рамках координатуры. Как мы знаем, интернатура фактически себя изжила на сегодняшний день. Единственным возможным вариантом получения узкоспециализированного образования является ординатура. По большому счету, приказ достаточно во многом повторяет предыдущий приказ. Хотя, конечно, в нем имеются достаточно существенные новеллы. И он уже породил достаточно много споров в связи с тем, что у него есть весьма своеобразный способ регулирования. Поэтому я и задаю вам вопрос. В чем его принципиальное отличие от предыдущего? Ну, принципиальное отличие этого приказа от предыдущих заключается в том, что помимо сдачи экзаменов, которые, в принципе, немного изменили форму, потому что на сегодняшний день фактически речь идет о том, что экзаменовую ординатуру сдается в тестовой форме, выдается 60 тестов, случайным образом отобранных из информационной базы Минздрава, который подготовлен для сдачи этих экзаменов. И студент, или, вернее, скажем так, соискатель должен набрать не менее 70 баллов по данному тесту. 70 баллов минимально, 1 балл равняется 1%. Соответственно, вот надо рассчитывать. Значит, максимальное количество 100 баллов. Однако, то, что на сегодня... Ну, здесь еще можно сказать о том, что студенты по окончании в этом году, в 17-м году, медицинских вузов сдают так называемую аккредитацию. То есть, проходит аккредитация. Вот эти результаты от аккредитации могут быть засчитаны, как экзамен в ординатуру. Баллы набрамы на этом экзамене. Я могу сказать, что, в принципе, по данным Новосибирского медуниверситета, практически все студенты сдают аккредитацию успешно. То есть, 70 баллов набирают все. Далее. Значит, второй момент, который является существенным и отличает этот приказ, то, что прописывается учет индивидуальных достижений соискателей для поступления на бюджетную форму ординатуры. Что относится к индивидуальным достижениям? Достаточно значимая, возможная часть конкурсных баллов. Это, во-первых, стипендии президента Российской Федерации. Это иные стипендии, ну, допустим, губернатор области и так далее. Стипендия президента 100 баллов плюсом, то есть, считаете, удваивается. Стипендии иные 50 баллов. Кроме того, диплом с отличием плюс 100 баллов. И далее идет то, собственно говоря, о чем уже достаточно давно говорили. Это возможность набора конкурсных баллов или баллов за достижения за работу в должностях медицинских либо фармацевтических работников, потому что там идет ординатура для тех и для других. Так вот, очень интересно, значит, там прописано следующим образом. В случае, если соискатель работал до трех лет в должностях медработников или фармработников, то он получает плюс 50 баллов. Причем идет такая оговорка, что эта работа должна быть после поступления на обучение по программе, значит, высшего медицинского или фармацевтического образования. То есть, это студент должен работать в момент учебы, либо закончив эту учебу. Значит, второй момент. В случае, если более трех лет работает, значит, соискатель в должности медицинского фармработника, то ему получается не 50 уже, а 80 баллов плюс. Если, здесь есть небольшая заковыка, я, честно говоря, попытался разобраться, прочитать закон, вернее, приказ буквально. Значит, там написано, что если соискатель, ну, скажем так, поступающий работал в должностях медицинских фармработников в поселках, в сельских поселениях, то он за первый год получает 60 баллов и плюс 5 баллов за каждый последующий год работы. Соответственно, почему у меня возникли некие сомнения? Потому что в городе человек 3 года отработав получает 80 баллов, а 3 года отработав в деревне 60 плюс 5, плюс 5, плюс 5, получается 75. То есть, ему надо 4 года с этим отработать до 80. Исходя из формального анализа текста приказа, я думал, может быть, эти баллы плюсом, ну, нет, по схеме изложения, вот именно так их и надо понимать, по всей видимости. Если, я не исключаю, что будет аутентичный комментарий Министерства здравоохранения, который прояснит эту позицию, потому что есть некоторые недопонимания в этом. Значит, кроме того, для тех, кто поступает, можно еще набрать конкурсные баллы индивидуальными достижениями, которые устанавливает непосредственно сам ВУЗ. Ну, как правило, это участие в ВУЗовских конференциях, публикация научных статей, участие в научной работе в ВУЗах. Значит, вот, собственно, но не более 50 баллов. Вот, собственно говоря, то, что ново установлено этим приказом. Благодарю и продолжим. Вот, на Ваш взгляд, все-таки на что особо стоит обратить внимание при изучении этого приказа, его, несомненно, будут изучать преподаватели, образовательные учреждения и, собственно, соискатели, которые, ну, хотят поступать в ординатуре? Ну, обратите внимание, что вот на первый, вот этот вот 17-й год поступления выделена там специальная норма, потому что там некоторые сведения должны быть, программы размещены до 30-го апреля, однако вот в этом году, значит, до 30-го июня это должно быть размещено. То есть, тут немножко, то есть, надо смотреть, изучать то, что сейчас будет размещаться в ВУЗах. Это первое. Значит, второе, на то, на что, наверное, стоит обратить внимание студентам. Еще не поздно, то есть, исходя из формального анализа приказа, если вы, грубо говоря, сейчас устроитесь на работу и отработаете месяц, то, исходя из формального, формального, формальной трактовки, значит, данного приказа, получается, что вы работали до 3-х лет. Соответственно, в данном случае вы получаете искомые 50 баллов, и в случае, если вы удачно сдали, значит, тест, то вы можете и поступить на бюджетный, значит, уровень. Значит, далее, значит, ну, надо анализировать, куда вам поехать, либо, значит, в деревню, это все будет зависеть от того, сколько баллов вы наберете. На будущее, на будущее студентам, конечно же, надо читать, изучать порядки и набирать конкурсные баллы, которые принимаются вузовскими требованиями, локальным нормативным актом. Если мы говорим о вузах, ну, очевидно, что в данном случае у нас не отменяется платная ординатура по договору платно-образовательные услуги, и очевидно, что те лица, которые не поступят на бюджетное отделение, а их, по всей видимости, будет достаточно немного, пока что еще, значит, Минздрав не спустил код, или, скажем так, количество мест под данным на обучение в ординатуре, но очевидно, что их будет не так много. Значит, в данном случае, вот, возможно, получение ординатуры в рамках договора платных образовательных услуг. Ну, и третий, по всей видимости, необходимо это, наверное, даже не преподавателям и не вузам, а руководителям субъектов федерации и руководителям органов и полномоченным в субъекте федерации, отвечающим за здравоохранение, обратить внимание на то, что сохраняется возможность набора в целевую ординатуру, то есть по целевым заявкам конкретных учреждений. То, что касается вузов, ну, я думаю, что они, Алексей, понимает уже все и без нас, потому что они разобрались. Понятно, что там должны были соблюдаться требования о защите персональных данных, там конкретизированы требования и сроки к образовательных программам, сроки предоставления и порядок предоставления информации на сайте, в сети интернет, непосредственно, значит, поступающим и так далее. В принципе, там достаточно много норм, но, в принципе, к ним уже вузы приспособились. Ну и преподавателям очевидно, что студентов надо настраивать, если у вас есть, товарищи преподаватели, если у вас есть студенты, которые подают надежды, то их надо активнее увлекать в научную жизнь. В вашей кафедре, вашего вуза это, в принципе, будет давать дополнительный шанс для поступления в ординатуру на бюджетное место. Все, пожалуйста. Игорь, спасибо за такой основательный анализ, за комментарии к этому новому, конечно, очень интересному для наших слушателей, нормативному правовому акту Министерства России. Благодарю вас, до свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!